Всем привет! С вами Александр, вы на канале 1 на 1. Сегодня у нас прекрасное зимнее утро. На улице, ну, наверное, минус 15-17. Но из-за того, что вот такое солнышко, ничуть не холодно. Наконец-то сегодня день такой настал, когда на РВП я опять попробую записаться. Но это будет вечером. В 17.30 сегодня запись откроется, тоже где-то минуты 3 будет. И все. Так, что я сегодня планирую делать? По идее у нас сегодня выходные, сегодня 18 декабря. 16 декабря у нас был день независимости, так как он выпал у нас на воскресенье, то 3 дня идут выходные. Выходных. А так как я занимаюсь поставками по госучреждениям хозяйственных товаров, то, соответственно, эти дни у меня тоже выходные. Но так как у меня еще есть интернет-магазин, у меня с интернет-магазина заходят заказы. Вчера было 5 заказов. И сегодня утром вот проснулся, зашел заказ у меня на сковороду, диаметр 22. Так как выходные я буду сам сегодня все развозить и тому подобное. Не на машине, буду на автобусе, на трамвае, то есть передвигаться по городу. Посмотрю пока только один заказ. Может больше зайдет, может не зайдет, не знаю. Еще что я решил, я решил себе купить экшн-камеру, чтобы снимать более качественный, годный контент, чтобы картинка была лучше. Ну, в общем, думаю, все, сегодня увидим. Как оказывается, у нас в городе в выходные и в праздничные дни общественный транспорт ходит гораздо реже. Или некоторые рейсы вообще не ходят. Ну, я про это забыл. А так как я вообще даже и не знаю, какой рейс именно не ходит, и как назло получилось так, что нужный мне рейс, маршрут не ходил. Продождал я на основке минут 20-30. В общем, узнал, что он, оказывается, не ходит. Пошел на трамвай и доехал, в общем, на маршрутке. Ну, все, тоже ничего, но дело в том, что маршрутка повернула вверх, на гору поехала, а мне надо было ехать прямо и еще налево повернуть. В общем, придется мне пару километров, наверное, пройти пешком, потому что еще какой-то маршрут ждать неизвестно сколько, а человек ждет свой заказ. Еле-еле нашел нужный адрес, то есть в двух словах. Вот, вроде фокус появился. Тут сам черт ногу сломит. Это новый 19-й микрорайон. Он построился буквально за последние 5-10 лет и активно развивается. Сейчас вот покажу, что буквально за несколько месяцев выстроили какие-то дома. Думаю, к концу зимы их завершат. Тут такого нету, что минус 40 кладку из кирпича не ложат. Я не знаю, уж какая-то новая современная технология, но рабочие всегда работают. Только сегодня стройка стоит, потому что праздники. Ну, в общем, вот, смотрите. Вон те дома спереди стоят, там буквально их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть домов многоэтажных. Буквально они за несколько месяцев выросли. А так, в принципе, в советское время, не знаю, здесь не строились дома. Весь район как-то вот из таких домов состоит и тому подобное. Ну, думаю, лет через 5-10. Это, в принципе, новые все дома. Ну, вот такие крутые дома. Лет через 5-10, скорее всего, здесь вообще круто. Круто будет. Ну, что сказать? Город развивается, город растет. В этом районе огромные плюсы с точки зрения бизнеса. Все потому, что этот район новый. Здесь очень мало магазинов. Я не заметил никаких парикмахерских салонов красоты. Район очень быстро заполняется. Поэтому, если бы я оставался в дальнейшем жить в Усть-Каменогорске, то я бы подумал в ближайшее время именно что-нибудь здесь открыть. И это бы пользовалось огромным спросом и приносило бы прибыль. Потому что район только-только, он расстраивается, расширяется и будет облагораживаться. Здесь будет вообще... В общем, здесь сделать бизнес сейчас перспективно. Ну, в общем, все. Я созвонился с человеком. Сейчас идем за моей новенькой экшн-камерой. Ну, вернее, она не новенькая, она бэушная. Но, думаю, для начала пойдет, потому что до этого у меня не было экшн-камеры. Ну, что хочу сказать. Купил, в общем, я экшн-камеру. Взял ее с рук, как я уже говорил, за 10 тысяч тенге. Если в рублях переводить, то это 1776 рублей. Потому что сейчас курс у нас 1 рубль. Это 5 тенге 63 тен. То есть, что мне досталось за эти деньги? Такая вот камера. Немного коробка ушатана. Вот она, в общем, 4К. Что идет? Ультра HD. То есть, написано, что можно под водой. 16 мегапикселей. 4К делает при 30 фпс. Поддержка CD-карты. Флешки до 64 гигов. Угол обзора 170 градусов. Через Wi-Fi идет. И вот эта вот последняя H264. Это я не знаю, что такое. Так, ну что, давайте посмотрим, что вообще здесь такое. Я просто проверил ее на работоспособность. И сказал, ладно, возьму. Тем более, за такие деньги я ничего другого найти не мог. Так, здесь идет паспорт. Паспорт, как ей пользоваться. Ну, он на английском, да? Он на английском языке. Но это не проблема. Английский язык не проблема. Ладно. Оставим. Сама камера. Сама камера идет в аквабоксе. То есть, она предназначена для... Получается, под водой снимать можно. И тому подобное. Идет сразу крепление. Так, вытащим, посмотрим, как она вытаскивается. Как же она... Как она... Как она вытаскивается? Вот это другой разговор. Вот это другой разговор. По идее... По идее, я не могу понять, как она вытаскивается. Да. А, все, разобрался. Вбок отодвигаем, вверх поднимаем. Да, ну крепление крутое. Тут всякие резинки идут. То есть, по-любому она не промокнет. Что из себя сама представляет экшн-камера? То есть, вот такая. Сейчас, кстати, и все предыдущие видео я снимаю на телефон. Телефон у меня Xiaomi 4X. То есть, камера у него все круто. Здесь идет аккумулятор. Ладно. Вот она, в общем, камера. 4К разрешение. Буду теперь на нее пилить. Думаю, теперь будет более качественная и четкая картинка. Здесь набор также у нас идет с тряпочком, чтобы протирать окуляры. То есть, я смотрю, этот человек, судя по всему, как бы ей даже не особо пользовался. Идут ремни. Ремни крепления. То есть, к шлемам и прочиму и прочиму. Так, идет крепление с двухсторонним скотчем. Это, судя по всему, для прямой установки или куда-то. А вот этим он уже пользовался. Оно все закрепляется, закручивается. Дальше идут на тросиках. Тросик тоже с двухсторонним скотчем. Еще одна вот такая сменная крышка запасная идет. Хомуты. Хомуты тоже явно какие-то крепления. И тут у меня пошли различные крепления. То есть, я пока не знаю, какое крепление куда крепится. Но так как это экшн-камера, то есть, соответственно, это можно крепить на велосипеды, на автомобили. Можно крепить к компьютеру. Можно крепить еще куда-то. В общем, ладно. Вот такие вот есть два крепления. Крепление, прищепка. Потом это что такое? Какая-то резинка. Не знаю для чего, но нужна, наверное. Болты, судя по всему, болт, который закрепляет все крепления. И еще вот куча, куча, куча всего. То есть, еще два болта есть. Во, вот этот вообще, вон, двигается. Он на магните. Он идет на магнитике. На мощном таком магнитике, который двигается. Это прям... Это круто. Такой своеобразный стабилизатор идет. Так. Ну, это вообще прям... Ага, магнит на вот этой только. Вот он сам магнит. Нет. Странно. Ну, ладно. Суть не в этом. И это, я так понял, суда или для чего это? Не знаю. В общем, еще вот. Ну, вот такую экшн-камеру я купил за 10 тысяч тенге. Буду, надеюсь, она мне прослужит. Буду я ей пользоваться. Что еще хочу сказать. Пока что, по-прежнему, я только-только зашел. Сейчас включу, посмотрю по компу, что у меня по интернет-магазину. Заходили ли еще какие-нибудь заказы. По адвокскому объявлению. По инстаграму все это я просмотрю. Ну и... Посмотрим. Ну ладно. В общем, пока я кушал, ко мне залетело еще три заказа. Три заказа на набор ключей накидных с этими... С головками. То есть, ну, для автомобилистов. То есть, три сразу набора. Сейчас повезу их на левый берег. С учетом того, что один где-то около десяти килограмм весит. Ну, в общем, больше на сегодня доставку делать не надо. Погнали! В общем, вот про вот такие наборы я говорил. Привез я их на базу. Вот в эту дверь сейчас надо. Вот этот последний. Ждем с чела. Ну все. Все заказы отвез. Получилось в итоге у меня четыре заказа на сегодня. Нахожусь я на левом берегу. Это такой район. Ну, как поселок, не поселок. Тут один кругом частный сектор. В общем, автобус здесь один только ходит. Двадцать четвертый. И он, как назло, только что уехал. То есть, мне надо сейчас уехать на двадцать четвертом. Как он часто ходит, я не знаю. Может, раз в полчаса, может, раз в час. Потом пересесть на трамвай. И потом только до дома. По итогу дня, по идее, так как я сам сегодня все развозил, развозкой занимался, а из трат только денежки на автобус и на трамвай, то, в принципе, по идее, неплохо. Но было бы еще лучше, если бы еще парочка заказов зашла. Но на сегодня я брать больше не буду. Ну вот. Так что, я надеюсь, я успею. До семнадцати тридцати. И буду записываться на РВП. Вернее, даже не я буду записываться. Я попросил, чтобы меня записали. Потому что у нас с интернетом в это время какие-то глюки, он просто не идет. И не все не идет. Вот не идет именно. Ютуб, Инстаграм не идет. И вот, как назло, этот сайт Генерального консульства России. Ссылку на который я оставлю в описании. Потому что запись производить можно только на нем. Все. То есть, эти сайты почему-то не идут именно в это время. Вот. Так что, до дома. В общем, что я узнал. Люди, которых я попросил на РВП, мне записать у них ничего не получилось. И, в общем, не записали они меня на РВП. Сказать, что я расстроился, это вообще ничего не сказать. Но жизнь продолжается. И часто бывает не так, как мы того хотим, желаем. Такова жизнь. Что поделать. Буду пробовать в следующем месяце. Если и опять не получится, то, я не знаю, надо будет в Россию ехать. И там уже конкретно этот вопрос решать. Но хочу еще сказать, что благодарю всех за просмотр. Кому понравилось, жмем лайки. Не забываем подписываться на канал. С вами, как обычно, был Александр. Всем пока-пока.